Телеканал Дважды Два представляет Бермудес, Луис Луке, Ильда Бернард, Jorge Делия, Виргиня Инноценте, Умберто Серрано, Мими Арду, Асфальдо Тессер, Моника Галан, Асфальдо Гиди, Гастон Мартелли, Диего Буссо. Продюсер Сельсо Дуран Режиссер Карлос Эваристо Оператор Рубен Герваси Николас, я требую объяснений. Сначала заплати ему 500 долларов. От тебя никто не спрашивает. Еще одно такое оскорбление при исполнении обязанностей, и я начну выдирать у тебя волосы. Волосок за волоском. Успокойся, пожалуйста Антонелло уже поздно, а у нас еще много работы По-моему, Антонелло права Мы делаем все для того, чтобы рекламная кампания твоей коллекции прошла успешно А ты хочешь этому помешать Хорошо, я пойду переоделась Нет, мы не закончили Вы уже закончили Больше ни одной фотографии Федя, почему ты не покажешь Миранде, где выход? Мой троичный нерв Мне наплевать, нерв у тебя или геморрой Уходи отсюда, не мешай нам работать Николас, ты допустишь, чтобы я ушла одна? Нет, этого я не допущу Федерико, проводи, пожалуйста, Миранду домой Пошли Поменяйтесь местами Так? Да А теперь с любовью Отличные фотографии Поздравляю тебя, Паула Посмотри другие Они превосходны Антонелло прекрасная модель Самые лучшие те, где свадебные костюмы Миранда должна быть очень довольна Я не предполагала, что мой внук может быть таким прекрасным манекенщиком Правда, честно говоря, меня это пугает Какой-нибудь импрессарио может обратить на него внимание И тогда наша страна лишится перспективного политика А Николас начнет новую карьеру Эти фотографии нет для публикации Не понимаю Почему? Прекрасные фотографии Ты отлично знаешь, что это не мои модели Да Здесь ты права Твои модели были не очень хорошими Поэтому мы решили помочь тебе Паула, на эти фотографии мы найдем Покупателя, не волнуйся Значит, это не твои модели? Это модели Роситы Одной знакомой Ампаро Она поразительная женщина Ты с ней не будешь иметь никаких проблем Потому что она никому ничего не скажет А ты можешь сделать себе рекламу за ее счет Я использую их только в качестве образца Может и более? Да, почему бы нет? Сначала ты должна мне заплатить за работу Если ты с Николасом расплачиваешься натурой То со мной такое не пройдет Ты мне должна заплатить валютой Дорогая Звонил инспектор Эльгера Он попросил сделать для него копии всех писем Он сказал, что свяжется с вами по телефону Хорошо, сделайте копии Вы ее обманули, вы ее обидели Перед самой ее смертью Бедняжка очень страдала из-за этой обиды Но это не имеет значения Я не обвиняю вас И она тоже не обвиняет Она простила Простила перед смертью Она была похожа на ангела На ангела, спустившегося в этот мир Чьи крылья обожгла любовь Ангел 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 ведь не может причинить вреда Не знаю, консуэл Сейчас никому нельзя доверять, сеньор Я недавно прочитала в газете, что инспектор Басурко оказался главарем банды В которой было много полицейских Они обкладывали дань предпринимателей Сеньор, и ни один суд ничего не мог поделать с ними Это ужасно Я про это читал, консуэлло, можете идти Извините, сеньор, но три дня назад один шеф обещал подарить своей секретарше букет цветов И до сих пор не подарил Не волнуйтесь, я все А сейчас, пожалуйста, пригласите ко мне Артура Хорошо, сеньор Алло, говорит Николас Корнехо-Мехия Я хочу заказать букет роз Нет, нет, лучше два Да, два Да, с запиской Пишите Не ругайся на меня Я забыл ключи Если меня будут спрашивать, я у себя в комнате Дядюшка Вы меня звали, сеньорита Да, я назвала вас дядюшкой, а вы это звались Что с вами? Ничего, ничего, сеньорита Как это ничего? Вы ходите как в воду опущены Что случилось? И не спрашивайте И не спрашивайте Хотите знать? Да, хочу Что случилось? Меня нет Я умер Извините Как это? Отчего он умер? Тебе что-нибудь напоминает эта фраза, Артурита? Нет Нет, нет, ничего Как это вы сказали? Ангел Ангел Смущением На крыльях Кажется, это название фильма Хичкока Я опять не угадал? Хорошо забыть про это У тебя ведь тоже полная группа, Артурита Подожди-ка Одну секунду Что вы хотите сделать? Я не сумасшедший, Кунсуэлло У меня сын от этой женщины И логично, что я его должен знать Логично, если бы тобой двигала любовь А не любопытство Карло Кунсуэлло Дайте мне, пожалуйста, помаду Зачем? Мне нужна помада Срочно Да, сеньор, сейчас Не надо так говорить, Артур Я уверена, что вы чего-то не поняли Чего-то не понял Вы думаете, что я совсем дурак? Что это я попросил помаду? Нет, не я Да, ты прав Но я все равно ничего не понял Из того, что ты сказал По-моему, это слишком грубо назвал То, что он сделал, Артурита Тебе не кажется? Извините, Капальеру Но как еще можно назвать действие человека Который пытался накрасить вам губы? Пытался накрасить губы? Да Красный цвет Которого я терпеть не могу Это произошло только что Представляете, что могло последовать за этим? Что? Поцелуй Он этого хотел Все нормально, все в порядке Ничего не случилось Но ведь могло случиться Он хотел это сделать Но я не позволил Я хоть и очень деликатный Но умею постоять за себя И еще Николас часто держит руки в карманах Что это значит? Нет, нет Ничего Никогда бы не подумал Такого про Николаса Корнехо-Михея Какой ужас А ведь он был настоящим мужчиной У него сын Бывает и хуже Бывает женатый С детьми Это ужасно В центре есть улицы Куда они приезжают на своих дорогих автомобилях Для того, чтобы снять молоденького мальчика Они очень хорошо платят за это А вы откуда знаете? Мне об этом рассказывала Моника Карамбер Репортер одной бульварной газеты Она видела это Своими собственными глазами Зачем я ел сегодня эти фрукты? У меня опять крутит живот Прямо адская боль Иди сюда, Антонелло Ты помнишь мою подругу Титу Тамарес? Да Вы ведь продюсер Вы зашли повидаться со своей подругой? Нет Я хочу, чтобы она посмотрела на тебя Пожалуйста, ничего больше не говори А то у нее будет инфаркт Да, ты права Лучше будет, если ты присядешь Я не хочу, чтобы ты упала в обморок Извините, я не понимаю Сейчас я все объясню Я решила снять новый фильм У меня даже есть для него название Это будет прекрасная картина Она будет называться Проститутка Флорес Это хорошо Но я не понимаю, при чем здесь я И проститутка Флорес Понимаешь? Я искала лицо, которое бы соответствовало Образу молодой проститутки Пожалуйста, не обижайся Я искала такой образ, чтобы он был Ангельским снаружи А в душе развратным Я просмотрела много актрис Очень знаменитых и не очень Но так и не нашла то, что я искала И знаешь, почему? Почему? Потому что у меня перед глазами Все время стояло твое лицо Как-то ночью я проснулась и вспомнила Где я тебя видела И я сказала себе Тита Эта девочка Та проститутка Которую ты ищешь Ты согласна сделать несколько проб перед камерой? У тебя есть на теле шрамы? Один Мне оперировали рак На шейке матки Ничего страшного Уберем Если ты согласна сниматься обнаженной То я тебя приглашаю на эту роль Какая неожиданность для Антонеллы К сожалению, мне некогда Я уже опаздываю на совещание На этот раз я не к вам Я жду Консуэлла Я ее отправил с одним поручением Как жаль, что я это сделал Ничего страшного Нет-нет, надо было предупредить Но я очень рад, что увидел вас Я подожду ее здесь А вы, пожалуйста, передайте поцелуй моей племяннице Я ее давно не видел Да, обязательно Я вас оставляю До встречи До встречи Извините Мне сказали, что здесь работают сеньора Консуэлла Да, это так, но ее сейчас нет Я могу оставить здесь букет цветов? Это для нее Да, я ей его передам Спасибо Вы не разменяете 10 песо? Ну вот Два раза по пять Я знаю, есть люди готовы убить за 10 песо Но у вас такое приятное лицо Для Консуэлла Чтобы мы всегда понимали друг друга Николас Корнехо Мехия Консуэлла Дева Мария Мы можем пригласить на роль главного героя Жанна Марио Валанте Или любую кинозвезду На твой вкус Да Это Заманчивое предложение И в то же время Такое неожиданное Послушай, Титам Мне кажется, Антонелла Немного смущена той сценой О которой ты рассказала Ну, той, где она в постели С громадным негром Не надо, Лукреция Ты же знаешь, что в кино это все фикция Ты что думаешь, этот негр будет заниматься с ней любовью по-настоящему? В кадре будут только лица Не бойся, Антонелла Все будет в порядке Да Спасибо Извините, но от всего этого у меня закружилась голова Я пойду немного прогуляюсь по саду Простите Не понимаю твоих страхов, Лукреция Ты прекрасно знаешь, что я в своих фильмах отношусь ко всему этому с большой осторожностью Можешь об этом спросить нашего общего друга Рауля Который работает в Национальном фонде культуры Да, обязательно Я занята Абелярдо Поставьте цветы в воду и постарайтесь не разбить вазу Аккуратней Эти цветы для синерита Антонелла Она еще не звезда, а уже получает цветы от поклонников От поклонников? Нет, Лукреция От твоего внука От Николаса Мы с тобой никто-то один Никто У нас одна печальная судьба Нами играли всю жизнь А когда мы совсем состарились, нас выбросили на помощь Дома для престарелых полны такими несчастными, как мы Никому не нужными куклами Мы никому не нужны Абелярдо А где Антонелла? Ее здесь нет Федерико, я хочу дать вам один совет Никому не верьте В этом доме Никому Потому что потому Николас Он просто ненормальный Он мне дарит цветы и пишет Потому что потому Нет, он просто ненормальный Он необыкновенный Необыкновенный, как вы думаете? Я никак не думаю, что не рита Потому что я никто Почему вы так говорите? Почему вы так решили? Вы думаете, что вы никому не нужны Потому что вас поставили открывать и закрывать двери? Потому что я профессионал И вдруг я никому не нужен История нас рассудит В нашей стране много неблагодарных людей Симирида Какая чушь Почему вы так решили, дядюшка? Это из-за того, что все вас стали называть дядюшкой? Из-за этого? Это конец Нет, это совсем не конец Все кончилось Ничего не кончилось Я развалена Ах, вся жизнь погибла Кто бы так говорил, только не вы Мне самой иногда хочется подняться на крышу высокого дома И броситься вниз Но нет, нет Это не самая хорошая идея Покончить с собой Все будет в порядке Послушайте, дядюшка Не надо так Знаете, дядюшка Не нужно думать, что смерть – это решение всех проблем У меня есть идея А почему бы вам не найти себе еще какую-нибудь работенку в доме? Какую? Ну, например, вы можете Помогать мужу Ампаро Ухаживать за садом Это можно делать и дрожащими руками Я мажордом по призванию Я не приучен копаться в грязи Нет Вы, оказывается, совсем варвар Для того, чтобы руки были чистыми, есть мыло Вы их вымойте с мылом, и они снова станут чистыми Приходил Кристобаль? Да, разве ему нельзя к вам прийти? Можно, конечно, можно Так вот, он приходил сюда Я думал, что он пришел поговорить со мной Но он, оказывается, приходил к вам И он сказал, что дождется вас Это как раз мне и странно, сеньор Когда я вернулась, то не застала его, несмотря на это Большое вам спасибо И за цветы Они очень красивые Кунцело, я не хочу, чтобы про них кто-то узнал и подумал, что между нами что-то есть Не волнуйтесь, сеньор Здесь все прекрасно знают, что я никогда ничего не имею с начальством Кунцело, одну секунду Пожалуйста, возвращаю вам с благодарностью Пригодилось? Нет Это не его цвет Спасибо, что приняли меня в своей спальне, сеньора Лукреция Потому что я хочу рассказать вам одну ужасную вещь Что за ужасная вещь? Понимаете, это ужасающая вещь То, что я должен рассказать Своим появлением, Артур, вы уже заставили меня нервничать Поэтому не неверуйте меня дальше, рассказывайте Хорошо Ответьте мне на один вопросик Ваш внук Николас В детстве много играл в куклы? Что? И еще Нравилось ли ему ходить в маминых туфлях на высоких каблуках? Артур, вы приехали на автобусе? Нет, на такси Случайно ваше такси не врезалось в автобус? Почему вы задаете такие вопросы? Николас рос нормальным мальчиком и играл в то, во что играют все мальчики Понятно Тогда Это, наверное, с вашим внуком случилось в Сан-Беннито И теперь мне понятно, что он хотел сделать Точнее, в чем выражались его намерения Какие намерения? Ваш внук Взял губную помаду Красного цвета Сеньора Лукреция Он меня запер в своем кабинете И попытался накрасить мне губы помадой Я точно знаю, зачем Он имел намерение поцеловать меня Так все и было Но, уверяю вас, я ему ничего не позволил Вы уверены в том, что говорите? Конечно, спросите Консуэлу Она слышала мои крики Но я ему не дался Потому что я не намерен удовлетворять его похоть И я не позволил вашему внуку накрасить мне губы помадой Нет, я ему ничего не позволил Ничего Я не из тех, синьора Артура Вы хотите сказать, что Николас Если вы не верите, уважаемая синьора То можете спросить у Консуэлла И у синьора Мурриконе Карл знает? Не только он знает На нашей фирме все про всех все знают Ни один служащий не может ничего скрыть от других Добрый день Добрый день Добрый день Добрый или не добрый Все женщины ненормальные Неблагодарные Неверные Нас используют и выбрасывают Они нас всех готовы уничтожить Что вы хотите? У вас, случайно, нет бритвы, чтобы вскрыть верные? Да Что-то случилось, Консуэлла? Нет Пока не случилось Но может случиться Но прежде Чем что-то случиться Я хотела бы задать вам Один вопрос Пожалуйста, о чем вы хотите меня спросить? Я только что разговаривала со своей дочерью И она мне все рассказала о ваших отношениях Вы раньше знали, что мы друзья Что иногда вместе обедаем Я не хочу, чтобы вы виделись Чтобы вы даже приближались к ней Это все? Можете уволить меня Увольняйте Но я не хочу, чтобы моя дочь встречалась с извращенцем Извращенец Дядя, пожалуйста, не говори мне, что ты выпил совсем немного Если бы это было так, ты бы не стал вальсировать с Факунду Сколько ты выпил? Пару, по-моему Пару бутылок Вы танцевали и пели дуэтом А этот старый маразматик вам аплодировал Дядя, ты сошел с ума? Ему было плохо Мне было плохо Нам всем было плохо При чем здесь ты? Отчего тебе было плохо? Тунсуэлла мне изменяет У нее есть любовник Нет Да Старая кретинка Наверняка нашла себе старика, еще старее, чем она Нет, он моложе У нее молодой любовник, я знаю Моложе, чем она? Сколько ему? Сколько лет твоему жениху? При чем здесь Николас? Ты хочешь сказать, что он ровесник Николаса? Это не ровесник Это Николас Консуэлла и Николас – любовники Антонелла Что? Значит, мы с тобой оба с рогами? Спроси об этом свою бабушку Ты всегда защищал эту тварь, как будто она ангел А она согласилась голой сниматься в кино Я никогда ее не защищал, Миранда Но и напрасно не обвинял Ты расстроился, услышав это? Почему? Я был готов ко всему Антонелла знает, что Гастон перестал быть наследником бабушки Поэтому она и решила разыграть из себя передо мной чистоту и невинность Но я раскусил ее игру Теперь я готов покончить с этим раз и навсегда Надо только немного подождать Ладно, я согласна еще немного потерпеть Ты мне обещаешь? Значит, она будет сниматься голой Голой Нет Она не может сделать это? Нет, только не голой Как это ничего? Как это ничего? У тебя вид, как на похоронах Что случилось? Ничего Крестопель, мы знакомы сто лет Ты меня не обманешь Ты сейчас как будто Как будто меня переехал грузовик Да, груженый железом Скажи, что случилось? Я неудачник Но это все знают А что еще? Больше ничего Я неудачник Я такой неудачник, что даже Не смог удержать милостыню, которую мне подали А больше мне не подадут Милостынюю Добрый вечер, бабушка Не прикасайся ко мне Я просто хотел тебя поцеловать Что случилось? Мне не нужны поцелуи извращанца А раз ты извращанец, то тебе больше нечего делать в этом доме Я хочу, чтобы ты покинул его не позднее, чем завтра Ты понял? Извращанец Коти Абелярдо, можно вопрос? У вас были женщины? Все это мелочи жизни, сеньор Без исключений Бабушка, я в трусах В моем возрасте меня не волнует даже их цвет Но я-то стесняюсь Гастон Ты хорошо знаешь своего кузена? Не очень Об этом вам лучше спросить какую-нибудь его подружку Подружку Или друга Что это значит? Отто Я и знала, что Николас голубой Мне странно, что у него есть сын Я просто потрясена Это так ужасно Ну, рано или поздно Это должно было открыться, бабушка Ты знала об этом? Не очень много Ну, одного я знаю Был такой один Хосе Да, Хосе Кто такой Хосе? Нет Не отвечай Я не хочу Нет, он мне не сказал, куда пошел Когда я вернулся, его уже не было Странно Он меня пригласил сегодня в кабаре А сам ушел Я приготовлю ужин Нет, я не хочу есть Я сегодня очень устал Сейчас заведу будильник и лягу спать Ладно, тогда встретимся завтра Хорошо, я тебя проживу Не беспокойся До завтра Я не знаю, что произошло Почему ты заставляешь меня врать Я не хотел, чтобы ты это знал Кунсуэлла мне изменяет Что? У нее есть любовник Этого не может быть Но это так Ей нравятся молодые люди Вроде Николаса Корнехо-Мехии Что? Но этого не может быть Потому что Он не по этому делу Я сам видел, как он пользовался Помадой И целовался с Артуром С Артуритой Можешь спросить о Кунсуэлла Спроси у него Ты получила мои цветы? Да Получила Отлично Они тебе понравились? Очень Можешь подарить их Такому же извращенцу, как ты Что такое? Что происходит? Наверное, на мне что-то написано Сегодня уже три женщины Назвали меня извращенцем Ничего не говори Кто-то оставил эти цветы Возле моей двери Они не твои? Нет Если тебе очень интересно То эти цветы принадлежат Одному кретину Который очень долго Прикидывался, что любит меня А на самом деле Он живет со старухами КОНЕЦ КОНЕЦ Дон Карло Я думала, вы больше никогда Ко мне не придете После нашего разговора Меня попросил Зайти к тебе твой дед А вы все здесь говорили Чтобы защитить его Не старайтесь Я не хочу больше ничего иметь С этим типом Нет, все вы ошибаетесь У Николаса нет ничего с Кунсуэлл Они не любовники Цветы это просто Недоразумение Он подарил их ей Как шеф Своей секретарши Так часто бывает Антонел Клянусь тебе Серьезно? Да Дон Карло Как я вам благодарна Моя душа снова вернулась в тело Нет, нет Твоя душа Пускай еще немного погуляет Потому что Если бы что-то было Между Николасом и Кунсуэлл В этом не было бы Ничего странного Есть другой человек Которому Николас Испытывает любовь Что? Кто это? Имя Дон Карло Я хочу знать имя Артуру Я не про то Я хочу знать имя Любовница Николаса Дело в том Что тот человек Кого любит Николас Это не любовница А любовник Его зовут Артуру Да, Антонел Ты должна знать Что Николас 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 не такой Как все Пожалуйста, сеньора Не расстраивайтесь С тех пор Как умерла Флоренция Моя жизнь превратилась В ад Я никого не обвиняю Ваш сын Ни в чем не виноват Наоборот Я рада Что он себя хорошо чувствует Благодаря моей дочери Он жив Но самое ужасное В этом то Что мой муж Уже нанял адвоката Он хочет развестись Думаю, вам надо выпить кофе Вам станет лучше Абельардо Абельардо Да, сеньора Абельардо Вы ведь знаете, что я люблю делать людей Счастливыми Потому что я не люблю, когда меня окружают унылые лица Я люблю людей веселых, которые смеются Не слышу Я ничего не говорил, сеньора Я не хочу, чтобы вы говорили Я не слышу вашего смеха Смейтесь Я жду Я же вам сказала, что люблю веселых людей Смейтесь Нет, Абельардо Нет, разве так смеются? Абельардо Нужен взрыв смеха Я хочу слышать взрыв смеха Давайте, смейтесь Смейтесь, смейтесь Веселее, веселее Хватит Хватит Все Вот таким вы мне нравитесь Мне нравятся счастливые люди Вы свободны Не называйте меня Лгуньей, сеньорита Клянусь Сеньора Николаса нет Я вам не верю Я же вам сказала Где он? С другой женщиной С женщиной из тех, которые ходят без лифчиков И которым нужно ежедневно бриться Ты сама знаешь, что это за женщина Я доходчиво объяснил? Да Я поняла Сеньорита Антонелла Я нес этот цветок Кунсуэли Надеюсь, что она не будет ревновать, если я потерю его вам Примите в знак моего глубокого уважения Скотина Ванючий идиот Проститутка Нет, не проститутка Проститутка Черт побери Не знал, что ей не нравятся розы Выпейте чашечку кофе Какое-то время вы можете пожить здесь Спасибо Здесь никто не живет Мне не очень хочется обременять такого человека, как вы Жить в вашей квартире Потому что я не хочу, чтобы о вас плохо подумали Мне стыдно, что в вашем кабинете со мной случилась истерика Слава богу, меня никто не видел Повторяю Мне очень стыдно За то, что случилось Не волнуйтесь, я уже привык к тому, что обо мне говорят бог знает что Кроме того Меня любит такая девушка Но, впрочем, это не имеет значения Мне уже лучше Я выпью кофе, и мы пойдем Я не хочу обременять вас Нет, нет, не беспокойтесь Я вам многим обязан Кобель Ты хуже, чем Кобель Ты жеребец Жеребец, которого тянет к другим жеребцам Зачем ты приставал ко мне все это время, если тебе совсем не нужны женщины? Если у тебя все наоборот Извращайтесь Не волнуйтесь, я абсолютно спокоен Ты что, совсем с ума сошла? Синьора зашла ко мне поговорить, больше ничего Разумеется, больше ничего Потому что единственное, что ты можешь сделать в кровати с женщиной Это раздеть ее Теперь я все о тебе знаю Даже какой помадой ты красишь губы Ты что, хочешь сказать, что я голубой? Да, а разве это не так? Откуда ты это взяла? Мне пора, я ухожу Что? Хочешь меня убить? С удовольствием Да А потом выбросишь в окно Нет Я тебя убью в кровати Я специально заманил тебя сюда для того, чтобы доказать, что я мужчина Разденешься? Или тебя раздеть? Нет, дорогая, нет Не спеши Я тебя сам раздену А личик я сниму зубами На русский язык Фильм озвучен фирмой дважды два телемаркет 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 Субтитры создавал DimaTorzok